Радиоскоп 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 В самом широком смысле слова мы не можем быть спокойны за состояние океанской экосистемы не только в масштабах десятилетий, когда, безусловно, возрастёт антропогенное воздействие на океан, но и даже в масштабах нескольких лет. Это в первую очередь объясняется именно антропогенными факторами или в самой экосистеме океана происходят какие-то сложные изменения? Самое неблагоприятное, когда векторы воздействия на океанские экосистемы связаны с климатическими, назовем их природными изменениями, и векторы воздействия на океанские экосистемы человека, отрицательно, они совпадают, и тогда это усугубляет воздействие. И что самое печальное, часто дело этого необратимым. Вот в последнее время у нас появилась даже такая терминология у нас, у экологов, которые исследуют океанские экосистемы, современная эволюция океанских экосистем. Что значит эволюция? Это вот такие изменения, которые мы знаем, что они будут необратимыми. То есть океанские экосистемы переходят на какой-то новый уровень, иногда незнакомый для человека и малопонятный. И совершенно ясно, что даже если климатические составляющие этого вернутся на какой-то первоначальный уровень, то сама океанская экосистема, океанская биота не вернется к тому первоначальному состоянию. И это очень и очень опасные, настораживающие изменения. К огромному сожалению, природа этих изменений мы не всегда можем с вами разгадать. Флинт Михаил Владимирович. Доктор биологических наук. Заместитель директора Института океанологии Российской академии наук. Руководитель направления экологии морей и океанов. Михаил Флинт родился в Москве в 1949 году. В 1972 окончил биологический факультет МГУ. Научные интересы связаны с изучением структуры и продуктивности экосистем морей и океанов и их изменчивости под воздействием климата и антропогенной нагрузки. Участник 14 крупных морских экспедиций на судах Института океанологии и зарубежных научных учреждений в Тихий, Индийский и Южные океаны, Черное, Средиземное и Берингово моря. В ряде экспедиций был руководителем научных программ. Автор более 150 научных работ. Михаил, какие признаки вот этих вот глобальных, возможно, необратимых изменений, которые может на себе почувствовать каждый из нас? Ну, вы знаете, я бы сказал, что они разные в разных районах. Особенно сильно эти изменения выражены в прибрежных областях океана, как раз в тех областях, с которыми всегда взаимодействует человек. И в смысле технологическом, и в смысле рекреационном. Потому что прибрежные области океана, не только вот сама линия берега и самая узкая прилежащая полоса, но и то, что мы называем океанским шельфом, такая относительно мелководная и относительно неширокая полоса у берега океана, вот она испытывает наибольшее воздействие как со стороны климата, так и со стороны человека, и вот в ней-то наблюдаются эти изменения. С моей точки зрения, вот я, как потребитель продукции океана, интересуюсь двумя вещами. Первое – это производительность по кислороду океанам, так как всё-таки не леса на нашей планете, а океан является основным производителем кислорода. Ну, сейчас, я бы сказал, после вот такой катастрофической вырубки лесов тропических, в общем, роль океана, конечно, возросла. А так, ну, я бы не отдавал океану пальму первенства в прошлом, потому что это было примерно 50 на 50, ну, 45 на 50, ну, 55 на 45, вот так примерно. Хорошо, но сейчас, на данный момент, когда вот океан стал уже всё-таки основным производителем кислорода, экологические изменения как-то сказываются на производительности? Ну, вот как раз на этом параметре они сказываются в меньшей степени, или вообще не сказываются, потому что кислород в океане производят в основном на 99 с лишним процентов мелкие одноклеточные водоросли, которые, собственно, создают в океанских экосистемах основную органику. Это сине-зелёные? Нет, сине-зелёные нет. Сине-зелёные – это маленькая группа водорослей. В основном это водоросли диатомовые, перидиневые водоросли. Это водоросли такие, ну, я бы сказал, здоровые, которые… потому что сине-зелёные водоросли, развитие сине-зелёных водорослей, как правило, связано с какими-то аномальными, такими аберрантными условиями, которые возникают, и это особый разговор. А я говорю о таких трудягах в океане. Знаете, вот как будто если мы с вами посмотрим на прибрежный луг, на котором пасутся коровы, то это вот как раз самая замечательная такая пахучая гладкая трава, которая даёт нам замечательное пахучее сено, и нам, и животным, которых мы потом употребляем в сельском хозяйстве. И вот это вот водоросли, которые трудятся на то, чтобы жил океан в верхнем слое, в слой, куда проникает свет. И вот они как трудились, так и трудятся. В части того, сколько кислорода они дают в атмосферу, практически ничего не изменилось в последние годы, и вряд ли что-то изменится. Есть другие изменения в океанских экосистемах, которые в значительно большей степени касаются человека. Они связаны с пищевым потенциалом океана или с какими-то другими вещами? Они связаны и с пищевым потенциалом океана, и они связаны с рекреационным потенциалом океана. Можно сначала немножечко о пищевом, а потом поподробнее о рекреационном? С пищевым потенциалом океана они связаны таким образом, что часто меняется привычный состав травы морской, назовём её в кавычках. Хотя это ещё раз напомню радиослушателям, что это не трава, а одноклеточные водоросли. Потому что вот представьте себе, вы выгоняете свой скот в таком широком, глобальном смысле, вы выгоняете свой скот на огромный такой глобальный луг, и он привык есть вот злаковую траву, такую душистую, пахучую, которой мы тоже привыкли. И вдруг в одно прекрасное утро вы этот скот выгоняете, и у вас вместо этой злаковой травы растёт молодой бамбук. Ну, само по себе это тоже, кстати сказать, первичная продукция. И этот бамбук с такой же интенсивностью отдаёт, даже, может быть, с большей интенсивностью, отдаёт кислород в атмосферу. Но животные не очень приспособлены к тому, чтобы его есть. Понадобится некоторое время, чтобы как-то и человек, и животные адаптировались к этим изменениям. Это первое. Второе, очень часто, как раз вот в том самом очень неблагоприятном сочетании климатических, температурных, прежде всего, условий, сезонных условий и антропогенного воздействия, возникают такие цветения водорослей, которые мы называем вредоносными или часто токсичными. Это ужасное явление в океане, которое в последнее время, к огромному сожалению, приобретает всё больше и больше распространения. И они не только делают океан непригодным с точки зрения вот среды, как человек его понимает, непригодным рекреационно, а делают его абсолютно непригодным для жизни, питания и роста тех организмов, которые составляют основу экосистемы. И в самых крайних случаях результатами этих цветений является выделение огромного количества очень ядовитых токсинов в воду. Ядовитых для кого? Эти токсины, они могут быть ядовиты для человека и не ядовиты для морских животных. И вот здесь происходит такая коллизия, которую сейчас человек очень опасается, накопление этих токсинов в телах морских животных, которые потом человек использует в пищу. Существует целая огромная служба мировая, которая следит за биологической продукцией, за биопродуктами океана с точки зрения содержания в них этих токсинов. Токсины эти ужасные по тому, насколько их малые дозы могут подействовать на человека, и вообще насколько тяжелы могут быть последствия. А самое главное, эти токсины, они обладают тем, что медики называют пролонгированным действием. Они могут у вас накапливаться, и вы можете, скажем, съесть это год, два, три, и потом в один прекрасный момент у вас наступают тяжелейшие последствия, которые впрямую вот так вы не свяжетесь с тем, что вы съели вчера. Это один аспект. А второй аспект связан с тем, что просто они портят среду тем, что они выделяют эти токсины в среду, и это такой род токсинов, которые могут человеку усваиваться через, скажем, слизистую рта, глаз, носа, когда он плавает в воде. И напрямую воздействовать на человека. И тоже они могут быть и такого непосредственного прямого действия, а могут накапливаться в организме. И последствия вы можете видеть через месяцы, год, два. И эта вещь ужасная, прежде всего, потому что она очень плохо контролируется. А причины возникновения ирс, широкого распространения такого рода цветений? Это то, чем сейчас интенсивно занимается морская наука. Это целая отрасль появилась, огромная, которая занимается тем, какие условия могут провоцировать перерождение. Ведь есть ещё удивительная вещь. Когда мы с вами говорим о токсических и вредоносных водорослях, мы можем условно их разделить на две группы. Первая группа – это водоросли, которые токсичны, вот они такие и есть. И они обычно содержатся в нормальных условиях в морских экосистемах в очень низких количествах. А какие-то условия, мы о них чуть позже поговорим, они провоцируют интенсивную массовую вспышку такой этих водорослей, в кавычках назовём это, вспышкой. А есть водоросли, которые в норме нормальные, и они постоянно в большом количестве присутствуют в среде. И человек к ним привык, организмы морские к ним привыкли, как к, скажем, обычному источнику питания. А вот меняются условия немножко, и эти водоросли начинают вырабатывать тяжелейшие токсины. Страшновато, страшновато немножко. Но это страшнее или нет, чем антропогенное воздействие на океан? Вы знаете, вообще я бы сказал, что это страшнее. Тем более, что ещё раз я хочу, Сергей, подчеркнуть, что это очень важно понимать. Есть антропогенное воздействие на океан, последствия которого мы с вами видим. Ну, грязные пляжи, нефть, которая плавает по поверхности океана. Много ли её? Ну, знаете, я бы сказал, что нефть – это не самое страшное загрязнение океана, которое может быть. Вот в Персидском заливе было разлито нефтью больше миллиарда тонн во время войны в Кювете. Кто-нибудь вспоминает сейчас про это? Потому что нефть, по сути дела, это продукт естественный для океана. И разливы нефти страшны, когда мы имеем дело с высокоширотными экосистемами, где все процессы, знаете, я бы это фигурально сравнил с пожилым организмом человеческим. Все процессы замедлены, и процессы переработки нефти в высокоширотных системах, они вот замедлены, как процессы обмена веществ у пожилых людей. И, извините, переработки бактериями. Да, бактериями и химической, собственно, переработки, коагуляции этой нефти, перевращение её в такие шарики, которые становятся практически безбредны, захораниваются в осадках. Это такой длительный процесс, но он практически приводит к полному обезвреживанию этих разливов. И, ну, в первую очередь, вы правы, Сергей, это бактериальный процесс. И вот в системах высокоширотных это огромная беда, особенно в тех системах, где существует лёд, и нефть, это благодаря пористой структуре льда туда проникает, это огромная и большая беда. А если мы будем говорить о тех системах, где те, что мы называем, скажем, тропическими или экваториальными, там это происходит довольно быстро. И вот ещё раз, это пример поразительный. При разливе нефти, которая, ну, по крайней мере, в 20 раз была больше, чем тот разлив, о котором мы с вами говорили недавно в Мексиканском заливе, следы исчезли в Мексиканском заливе, никто не вспомнит об этом. Михаил, а действительно ли есть огромные по своим площадям и, насколько я понимаю, и по глубине даже мусорные пятна, которые вот такими массивами плотными передвигаются по поверхности Мирового океана? Нет таких пятен, на мой взгляд. И достаточно того мусора, который дисперсно двигается по океану, и, может быть, в дисперсном состоянии он и опаснее, чем в виде таких плотов. Это мусор, вот поясните, пожалуйста, это мусор чисто бытовой? Да, это мусор бытовой, мусор техногенный, который выбрасывает сюда, мусор, который оставляет рыбаки, скажем, в виде невыловленных дрифтерных сетей, которые очень быстро обрастают всякого рода мусором второго сорта и плавают в океане. Понимаете, я очень много слышал об этом шуме, который был вокруг возможных этих островов. Даже кто-то сравнивал по площади эти острова мусора с Францией. Человек имеет сейчас феноменальные по точности средства исследования океана, связанные со спутниками. Спутниковые датчики позволяют нам мерить состояние поверхности воды, волны размером несколько сантиметров, позволяют измерять высоту моря с точностью до менее чем до сантиметра, позволяют анализировать цветность воды. И представьте себе, что вот при всем том шуме, который был вокруг этих островов, нет ни одного подтверждения материального. И к этому шуму, конечно, можно относиться со смехом и считать, что вот какие-то люди, которые хотят привлечь к себе внимание, затеяли такой шум. Да, наверное, это так. Но все-таки к нему нужно относиться серьезно, потому что это сигнал. Теоретически это может быть. Вот к огромному сожалению, я могу сказать, что теоретически это, наверное, быть может. А это ужасно. Такие антропогенные факторы, которые, насколько я понимаю, действительно могут представлять реальную опасность для каждого человека и, наверное, для человечества в целом, как захоронение всевозможных токсичных отходов. Ну, в первую очередь, конечно, я имею в виду радиоактивные или химические отходы. Насколько надежно они захоронены и оказывают ли какое-то влияние на экосистему океана? Я напомню вам историю, может быть, ее некоторые из наших радиослушателей слышали когда-то. Была огромная, в общем, согласованная на государственном уровне идея о захоронении радиоактивных отходов в глубинах океана. Это был конец 50-х годов, когда люди поняли, что это большая опасность, и накопление в связи с гонкой вооружений было огромное. И тогда существовало представление об океане, о глубинах океана, как об области планеты абсолютно ненаселенной. Это вообще очень интересная история, и она показывает, какую колоссальную, определяющую роль могут играть фундаментальные научные исследования в планировании нашего будущего на планете. Вот я ее помню, рассказываю своим ученикам и студентам. И Салсу Шампань, ну, откуда родилась идея о пустоте, отсутствии жизни в глубинах океана? Физиологи считали, что жизнь при давлении выше 300 атмосфер, а потом они, значит, поставили себе границы 600 атмосфер, она просто невозможна. Знаете, просто невозможно, потому что невозможно никогда. Биохимические процессы при давлении выше 600 атмосфер, а если мы это проецируем на глубины океана, это 6 километров. Ее просто не может быть, потому что ее не может быть никогда. А на самом деле? А на самом деле наши с вами соотечественники, исследуя Курилокамчатский и Марианский желоб, сначала с помощью примитивных, абсолютно уникальных фотокамер, а потом и с помощью традиционных орудий лова, которые позволяют исследовать глубины океана и приносить пробы разных жизненных форм с глубин, они доказали однозначно, что это далеко не так. И там существует жизнь в глубинах океана, которая прямую, даже не эволюционно, а часто впрямую связана с жизнью, которая происходит в верхнем активном слое океана. И это было величайшее открытие. Знаете, когда люди полезли в глубины океана, то многие в мире журналисты тоже проходились по этому поводу. Ну что вот там, собралась группа сумасшедших людей, лезет куда-то. Ну вот, ученые всегда такие, они немножко, кажется, ненормальные, лезут куда-то непонятно куда и не очень понятно зачем. Так вот, открытие жизни в глубинах океана, Сергей, спасло человечество. Открытие, исходя из чисто научного любопытства и научной интуиции, которая позволяла этим людям считать, что жизнь в глубинах океана может и даже должна существовать. Вот эти открытия абсолютно абстрактной науки спасли человечество, а вот такой колоссальный угроз. Вы представляете, сейчас вот эти огромные, огромные запасы радиоактивных отходов лежали бы у нас в Марианском, в Курилокамчатском жёлтых. А, простите, а они там не в каких-то специальных контейнерах? Нет, мы с вами разговариваем о принципиальной возможности. Вот то, что человек захоранил в отдельных районах океана, уже после этого, и это не были, кстати, глубины океана, это были мелководные, но наименее продуктивные, наиболее изолированные от человечества районы океана. Вот в нашей стране с вами это восточная часть Баренцева моря, а самое главное, это Карский бассейн. Вот там захоронено огромное количество радиоактивных отходов. А глубины там какие? Глубины небольшие, часто максимальные глубины, которые есть в Карском море, где лежат целиком подводные лодки практически, с невыгруженным ядерным топливом. Они законсервированы соответствующим образом, очень тщательно, всё это делалось под очень жёстким контролем специальных военных ведомств. Но глубины небольшие, глубины там 400 метров. Это ничто. Причём нужно понимать, что такое 400 метров для северных районов, существует, знаете, такое понятие, как по-научному это называется конвекция. Это обмен между потоки воды с поверхностным слоем в глубину и обратно компенсационные потоки, которые связаны с выхолаживанием очень сильно. Вода зимой очень перед ледоставом очень сильно выхолаживается и становится тяжёлой, и вот эта вода проваливается в глубины океана. Это, кстати, процесс, который вообще обеспечивает нам с вами жизнь в океане. Потому что вместе с этой водой в глубину океана закачивается кислород из поверхностных слоёв, а из глубины океана вместе с компенсационными потоками приходят минеральные вещества, питательные соли, на которых размножаются вот эти мелкие-мелкие водоросли, которые обеспечивают... Вы знаете, я говорю, мелкие водоросли, а вы знаете, интересная цифра, которая оценивается, вот эта первичная продукция, новосинтезированное органическое вещество в океане, на котором всё, всё и всё держится, что мы с вами из океана берём. Это, по современным оценкам, примерно 85-90 гигатонн углерода. Это даже труднее себе представить, знаете, как расстояние, скажем, от Земли там до Венеры. Там хоть мы как-то что-то такое понимаем. А здесь это с клопической цифрой, и вот эту всю органику, всё это новое вещество, которое потом кормит океан, создаёт мелкие водоросли. Так вот, возвращаясь к конвекции, значит, конвекция обеспечивает взаимодействие между поверхностными слоями океана и глубинными. И вот в ходе вот этой конвекции, в ходе этого переворачивания такого температурного, может и все последствия захоронения, если они расконсервировались, поступать в поверхностные слои, ну, со всеми замечательными для этого дела последствиями. Я хочу успокоить наших радиослушателей, всё-таки сказать это, что захоронение радиоактивных отходов в Карском море, во-первых, делалось самыми новейшими технологиями. Новейшими на какое время? На то время. Ну, я думаю, что и сейчас вряд ли что-нибудь принципиально новое мы придумали. Единственное, что иногда это делалось в спешке, потому что, ну, представьте себе, разбалансировался, скажем, реактор на ледоколе Ленин. Его приходилось вырезать и просто, так сказать, целый реактор захоранивать и консервировать. Но это делали наши с вами предшественники очень тщательно. Это первое. И второе, Министерство по чрезвычайным ситуациям в течение многих лет ведёт специальные работы, которые позволяют следить за состоянием этих могильников радиоактивных. Я должен успокоить радиослушателей, что вот экспедиции нашего института, в частности, в содружестве с Министерством по чрезвычайным ситуациям, показали, что радиоактивный фон в местах захоронений, в тех, которые мы обследовали, мы обследовали значительную часть этих захоронений, не выше, чем на улице Горького. А на улице Горького не знаете там сколько? На улице Горького по-разному. Тут тоже вот, да, слухи разные. На улице Горького. Это не область моих научных интересов, но в некоторых районах это в три-четыре раза легко превосходит тот допустимый фон, к которому мы вообще привыкли. Михаил, правильно ли я понял, что открытие учёными жизни на значительных глубинах океана привело к тому, что сейчас радиоактивные и химические отходы не захорониваются? Это верно. Это с какого времени приблизительно? А вы знаете, химические отходы захоранивались, вот очень у нас есть тяжёлый пример такой в Балтийском море, химическое оружие, которое лежит на дне. И оно, это, собственно, иприт в основном, который уже под действием времени и небольшого давления, он превратился в такое желеобразное вещество, которое, часть этих вот контейнеров с ипритом, оно разрушено. Но это такой вот пример, эти «богатства» надо было куда-то девать после войны. И они были просто, ну, достаточно хаотично сброшены в Балтийское море. Это очень неприятный, но, знаете, Сергей, я бы сказал практически единственный пример массового захоронения химических отходов, ядовитых в океане. А для радиоактивных отходов... Но это уже даже не океан получается. Ну, это море, но дело всё в том, что в морях это даже опаснее, потому что, хотя Балтийское море обменивается с Атлантикой, с Северным морем через проливы, но всё равно оно в достаточной степени изолировано. И по своим условиям, и по характеру экосистемы морской, которая населяет её. В общем, это плохо, и существует специальная программа международная, связанная с тем, чтобы как-то это всё обезопасить, локализовать и смотреть, что с этим делать. Что Балтийское море? Надо представить себе, что Балтийское море – это не только область, где очень многие люди проводят свой отпуск, отдыхают, специальный климат, очень комфортный. Но это ещё и область, где идёт интенсивный рыбный промысел. Михаил, как правило, когда беседуешь с экологами, то после этих бесед уходишь в каком-то плохом настроении, да, потому что экологи пугают, экологи рассказывают всякие ужасы, гадости. А можете чем-нибудь порадовать? Ну вот всё-таки в конечном итоге, ну, сможет океан переварить или не сможет переварить человека? Вы задали очень важный вопрос, который связан не только с какими-то санитарными, технологическими нормами, которые человек обязан и должен соблюдать, и соблюдает сейчас в большинстве районов Мирового океана, даже в открытых районах. Ну, он, Сергей, связан с общей культурой человека, конечно. Мы должны понимать, что экосистема океана не бесконечна. Вот если мы посмотрим на неё, это тоже очень важная мировоззренческая вещь. Вот мы посмотрим океан, действительно он гигантский. 68,5% площади суши он занимает. А если мы с вами посмотрим в глубину океана, то даже в самых глубоких точках, это 11 километров, мы с вами гуляя, утром проходим 6-7 километров. А если мы посмотрим на средние глубины океана, это вообще около 4,5 тысячи. 4,5 километра – это прогулка с ребёнком. Значит, на самом деле океан не так велик, как он кажется, когда мы мысленно, глядя на эти гигантские просторы, человек как-то мысленно, субъективно проецирует это и на глубину океана. А на самом деле это не так. То есть это не космос? Это не космос. И там очень напряжённая, интенсивная жизнь в океане, от которой мы в очень большом смысле зависим не только в части кислорода, но и в части промысла, и в части того, насколько океан будет годен для транспорта. А сейчас основные перевозки идут в океане, потому что человек встанет перед компромиссом перевозить ли по океану такие огромные количества грузов или, скажем, защищать океан. Всё это связано в единый такой вот блок, и человек, конечно, должен формировать особую культуру отношения к океану, к морю, к океанской экосистеме в целом и в первую очередь к прибежным областям. Если эта культура у человека будет сформирована, а такие примеры есть в мире, то тогда мы можем абсолютно безопасно думать не только о своём будущем, но и о будущем вот нашего подрастающего поколения. Океан будет отвечать нам взаимностью на взаимность, а если этой взаимности не будет, то, ну, в общем, мы потеряем. Спасибо за интересный рассказ. Напомню, что сегодня в гостях у радиоскопа был доктор биологических наук Михаил Флинт. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова